Действующий вор в законе номер один Захарий Калашов, Шакра молодой, еще не отправлен в колонию для отбытия срока, а по его клану и родственникам уже начали наносить удары. Вызов империи Шакры бросил законник Эдуарда Сатриан, Эдик Осетрина. Он в последнее время все громче заявляет о себя и претендует на лакомые куски в Краснодарском крае и в Ростовской области. При этом Эдик нашел поддержку у бывшего окружения деда Хасана. Как рассказал разбалтую источник, знакомый с ситуацией, последние месяцы Эдуарда Сатриан находился на Донбассе, бывая в Москве и на Кубани наездами, где выстраивал отношения с местным преступным миром и представителями бизнеса. По возвращении он, как полагаются беседники агентства, попал в список неприкасаемых для силовиков воров в законе. Задержание ему в обозримом будущем не грозит, если Осетрина, конечно, не выйдет в своей деятельности за определенные рамки. После возвращения из длительной командировки Осетриан заметно преобразился и явно видит себя претендентом, если не на пост вора в законе номер один, то на место в самой верхушке российской мафии. По Москве он стал передвигаться исключительно на сопровождаемом машинами с охраной бронированным Mercedes-Benz S-класса в кузове V222, стоимость которого составляет около 30 миллионов рублей. Осетрине удалось собрать вокруг себя бывшее и ближайшее окружение Аслана Усаяна, дед Хасан, являвшийся до своей гибели от пульки или рвором в законе номер один. В частности, его часто можно встретить с криминальными генералами Вагифом Сулеймановым, Вагиф, и Дмитрием Чентурия, Мирон. Также Асатриан постоянно общается с законником Олегом Шишкановым. Шишкан – последний. Впрочем, тесное отношение с Осетриной не афиширует, поскольку может оказаться в непростой ситуации. Перед посадкой шакры Шишкан сглизился с ним. Калашов даже был крестным одного их появившихся на свет близких родственников Шишканова. Сейчас Шишкан является главным претендентом на место вора в законе номер один, и Калашов не возражал против его кандидатуры. А Осетрина же фактически начал наступление на клан Шакра. По словам источников Разбалта, под удар Осетрины попали три ближайших к Калашеву законника, с которыми он связан и родственными узами. Давид Азманов – Дата, Нодар Асайян – Нодар, и Шалва Азманов – Куса. Их главной вочиной всегда являлись Краснодарский край и Ростовская область. Однако в последнее время к бизнесменам, преимущественно этническим арминами и грекам, стали наведываться ходоки от Осетрина, объясняя, что отныне коммерсанты, отказавшись от покровительства Дата, Нодара и Куса, должны быть под опекой Осетрины. Несколько раз дело уже чуть было не доходило до разборок. Собеседники агентства полагают, что пока Калашов находится в Москве, пусть и в СИЗО, а Сатрян напрямую войну с кланом Шакра не решится и родственники последнего в целом смогут держать удар. А дальше все будет зависеть от условий содержания Калашова в колонии. Если он там окажется полностью отрезанным от любого общения с внешним миром, Федеральная служба исполнения наказания это вполне под силу и в этом направлении принимаются определенные шаги, то руки у Осетрина окажутся фактически развязаны. Тогда ситуация перерастет в настоящую криминальную войну. Стоит отметить, что в свое время Осетрина был фактически человеком номер два в клане деда Хасана. Однако потом он вопал у Кусаяну. Официально конфликт якобы произошел из-за персон нескольких законников. Стоит, однако, отметить, что в криминальном мире тогда обсуждали, что Осетриан попал в немилость к деду Хасану из-за своей активности на Кубани и в Ростовской области. Субтитры создавал DimaTorzok